В начале была тьма, а потом взрыв, который положил начало существованию времени, пространства и материи. Сейчас мы заглянем дальше, чем мы себе представляли, за пределы нашего существования, в место, которое называется Вселенная. Солнечный ветер, космические лучи и ультрафиолетовая радиация. На нас каждый день воздействуют космические силы, о которых мы даже не догадываемся. И рак кожи, и потери сигнала, феномены космоса могут вредить, а могут завораживать красотой северного сияния и великолепием падающей звезды. Приготовьтесь к чудесам и опасностям феноменов космоса. Вселенная. Феномены космоса. Дух захватывает. Постоянное движение. Оно меняется у нас на глазах. Ничего важнее я в жизни не видел. Это ни с чем не сравнимая, переливающаяся картина. Непривычно видеть небо с таким поведением. В небе мерцают огоньки, и они переливаются самым неожиданным образом. Просто неземное удовольствие. Каждый хотя бы раз в жизни обязаны увидеть самое великолепное и психоделическое световое представление природы – Аврору Бориалис. Ее так назвали в честь Авроры, римской богини Зари, и греческого бога северных ветров Борея. В южном полушарии это явление называется Аврора Аустралис. Прежде чем вскружить голову астрономам, они завораживали тех, кто видел их в полярных регионах. Древние скандинавы объясняли это явление не менее сказочно. Они верили, что гигантская небесная лиса машет хвостом, отчего загораются огни. Неплохая теория, она недалеко ушла от истины. Аврора – это электрическое явление, а когда лиса машет хвостом, возникает статическое электричество, что вызывает искры и некое сияние. Если хотите понять, что такое сияние, начинайте с Солнца. Солнце. Источник не только света, но и энергии. В больших количествах. Оно излучает плотный поток заряженных частиц, или солнечный ветер. Иногда они усиливаются корональными выбросами массы. Солнечный ветер может вызывать свечение в верхних слоях атмосферы, в любое время года. Но иногда на Солнце случаются мощнейшие вспышки, или же корональные выбросы массы. Затем весь поток заряженных частиц обрушивается на Землю, всей своей массой. И сияние становится на порядок ярче. Проходя на скорости 1200 километров в секунду, солнечный ветер за два дня добирается до магнитного поля Земли. Частицы, одновременно с тем, как направляются к полюсам магнитного поля, возбуждают газы в верхних слоях атмосферы. Отсюда и возникает окрашенный свет. Частицы достигают атмосферы. И сперва сталкиваются с атомарным кислородом, который отвечает за красное излучение. И за зеленое излучение. Самое распространенное в сиянии. Дальше он взаимодействует с молекулярным азотом. И если сияние плотное, под зеленой завесой проглядывает фиолетовый просвет. Заряженные частицы взаимодействуют с возбужденными газами, и появляются яркие краски. Так сияние напоминает неоновую вывеску. Как она работает? Если взять инертный газ и поместить в трубку с низким давлением, добавить напряжение где-нибудь от 3 до 15 тысяч вольт, газ ионизируется, возбудится и приобретет соответствующий цвет. Газы, которые доступны для вывесок, это ксенон с бледно-голубым оттенком, гелий персикового цвета, криптон, серебристый, и это не планета, аргон, лиловый, и неон, он ярче остальных, особенно в дождливый день. Сияние тоже лучше всего видно ночью, особенно зимой в полярных регионах, где ночи долгие и темные. В зависимости от солнечной активности, сияние может продолжаться и 2 минуты, и несколько дней. Порой оно встречается не на полюсах, а на низких широтах. В 2003 году у нас была так называемая буря века, сильнейшая магнитная буря за последние 100 лет. К ней прилагалось мощное сияние. Его видели в Вашингтоне, в Средиземноморье, там, где сияния обычно нет. Самая сильно известная буря случилась в 19 веке. Возникшее сияние видели на Гавайях и по всей южной части Тихого океана. Это самое яркое, зафиксированное сияние. Авроры можно встретить и не на Земле. Солнечный ветер дует по всем направлениям, уходя дальше планет. Магнитные поля Юпитера и Сатурна намного больше нашего, из-за чего сияние светят ярче и сильнее. Но независимо от того, где их видели, как долго или насколько они плотные, внешний вид сияния напоминает изгибающийся занавес, который непрерывно колеблется. Съемка таймлэпс ускоряет эффект. Эти характерные черты придают сиянию красоты и загадочности. Формы завесы Авроры и ее движения лучи, дуги, волны, спирали и так далее. Это все активно изучается. Мы еще не все понимаем. Таинственности сиянию добавляет и то, что их можно не только видеть, но и слышать. Аврора висит на высоте 100-160 километров. Поэтому звук дойдет до нас лишь через несколько минут. Но многие заявляют, что слышали звук и видели сияние одновременно. Благодаря неизвестному механизму людям кажется, что они слышат или они и правда слышат звуки сияния. Объяснения эффекту нет, и ученые уже ищут ответ на этот вопрос. Сами по себе Авроры не опасны для людей. Но возросшая солнечная активность, из-за которой появилось сияние, вырабатывает до миллиона мегаватт и может стать причиной других проблем, например, нарушение электросетей. Электросетей Проблемы с проводами не от Аврор, а от заряженных солнечных частиц. Они наносят повреждения и мешают работе электросетей. Необходимо видеть разницу. Электрические заряженные частицы с возросшей активностью и скоростью взаимодействуют со всеми объектами, обладающим электрическим или магнитным полем. Заряженные частицы нарушают работу линий электропередач, электроприборов, спутников, сотовых телефонов. Все, для чего требуется магнитное или электрическое поле, на время сияния придет в негодность. Помехи на радио, на телеэкране, пропавший сотовый сигнал, отключение электроэнергии, как в Квебеке в 1989 году, это лишь смутные напоминания о скромном месте Земли в Солнечной системе. Земля — это обычная планета, а у Солнца есть атмосфера, и ее границы простираются далеко за пределы Земли. Земля попадает в атмосферу Солнца, и, меняя свою атмосферу, Солнце затрагивает Землю. Оно затрагивает и важные для нас технологические системы. И хотя сияние — лишь побочный эффект того, как Солнце взаимодействует с Землей, они могут много рассказать о космосе. Сияние — это показатель того, как верхние слои атмосферы и магнитное поле Земли взаимодействуют с солнечным ветром. И для нас сияние — это еще и удобная модель. Ее нам подарила природа, и теперь мы сможем разгадать, что происходит во Вселенной. Сияние — одно из мерил солнечной активности. За все время наблюдений, в 10-м, 8-м веке, или даже раньше, солнечную активность только и определяли по Аврорам. Цикл активности Солнца — 22 года. Каждые 11 лет оно становится активнее. Меняет полярность и возвращается. Это прослеживается в истории наблюдений, а Авроры — лучшие индикаторы этого явления. Пока в полярных регионах мерцают сияния, другие головокружительные чудеса космоса встречаются повсеместно. И это — падающие звезды. Падающие звезды на первый взгляд летят прямиком к Земле. Но это не так. Звезды намного больше нашей планеты. Упавшая звезда поглотит Землю за доли секунды. Так что это, если не звезды? Это небольшие камни, песчинки из космоса. Они проникают в нашу атмосферу, сталкиваются с ее атомами и молекулами, от чего они светятся. Это вовсе не звезда, даже близко не звезда. Эти светящиеся камешки более известны как метеоры. Большая часть сгорает в атмосфере. Но если метеор крупный, он может пролететь атмосферу и врезаться в Землю. А мы обнаруживаем метеориты. Феномен один и тот же. Камни и частицы пыли, из которых состоит метеор, это то, что осталось после образования Солнечной системы. По большей части это обломки прошлых поколений звезд. Многие прилетают из пояса астероидов. Между Марсом и Юпитером целое скопление летающих булыжников. Иногда они сталкиваются и ломаются, и их осколки летают по системе, в какой-то момент пересекаясь с Землей. В определенные времена года небо пересекают скопления метеоров. Это называют метеоритным потоком. Это явление происходит, когда Земля пролетает через осколки, частицы льда и песка, оставленные кометой, летящей к Солнцу. Во время потока метеоры или падающие звезды валятся из одной точки, из радианта. Они вылетают из нее. Но на самом деле кусочки льда и пыли, из которых состоит метеор, летают сообща. Их параллельные траектории пронизывают пространство. Они не расходятся из одной точки. Нам так только кажется из-за нашего местоположения. Мы видим их издалека, и для нас они вылетают из одной точки. В этом коридоре то же самое. Стены параллельны. Линии, где пол пересекается со стенами, и где потолок пересекается со стенами, тоже параллельны. Но где-то вдалеке они вроде бы пересекаются. Нам кажется, что они направлены из точки схода. С метеорами все точно так же. Частицы летят параллельно друг к другу, но нам кажется, что они исходят из своей радианты. Все из-за перспективы. Метеорные потоки названы в честь созвездий, из которых они начинаются. Пусть даже метеоры и звезды в созвездии не связаны. Метеорные потоки Леониды названы в честь созвездия Льва. Это самые отличительные потоки. В 1833-м, судя по подсчетам, поток нес по 200 тысяч метеоров в час. Казалось, наступил конец света. Но это было лишь начало. Сейчас обнаружены феномены космоса, более запутанные, чем метеорные потоки. Они излучают великолепные краски со скоростью молнии. Моргнешь и пропустишь. Но мы их увидели. Космические лучи словно часть научно-фантастического кино. Это невидимая сила, способная вызвать перемены погоды и не только. Но они существуют даже несмотря на неправильное название. Космические лучи лучи — это частицы. Они лучи. Изначально их ошибочно считали световым феноменом. Но это частицы. Они состоят из тех же веществ, что и Солнце, Земля и вообще все во Вселенной. Космические лучи — это радиация из удаленных областей системы. И источников ее много. В основном это Солнце, ведь оно ускоряет поток заряженных частиц. И это и звезды, и галактики, черные дыры, нейтронные звезды и все остальное. Большинство космических лучей не слишком активны. Но самые энергичные лучи можно сравнить с тем, как теннисный мяч врезается вам в голову. Это неприятное ощущение. Большую часть можно сравнить с выстреленной горошинкой, а может и с чем-то слабее. Атмосфера Земли защищает нас от космических лучей. Но те высокоэнергичные частицы, что пробились сквозь атмосферу, способны повлиять на все живые организмы. Они могут вызвать мутацию ДНК. Это одно из канонических объяснений тому, почему существует генетический дрейф. Под воздействием космических лучей ДНК меняется, что приводит к мутациям в рамках одного вида. Иногда эти мутации полезны с эволюционной точки зрения. Что есть эволюция? Есть идея, что ваши гены меняются от поколения к поколению, пусть и немного, тем самым вы приспосабливаетесь к изменениям на Земле. Поскольку на нас постоянно обрушивается космическая радиация, наши гены меняются ежедневно от столкновения с субатомными частицами. А значит, мы приспособимся к изменившейся обстановке. И космические лучи дарят нам шанс, а он меняет строение нашего ДНК. Но мутации от космических лучей могут вызывать рак. Радует хоть то, что космические лучи ежесекундно проходят сквозь нас. Они очень малы, и вероятность того, что они попадут в нужную часть ДНК и сделают клетку раковой весьма и весьма невелика. Но если же вы астронавт и постоянно сталкиваетесь с радиацией, а защиты мало, то радиация становится намного опаснее. Пассажиры трансарктических перелетов возможно сильнее подвержены космической радиации. Некоторые члены экипажей на трансатлантических перелетах носят дозиметры и не дают беременным женщинам служить на этих рейсах стюардессами и пилотами. Они переживают. Пусть они не показывают, что эффект от радиации есть, но уровень радиации их беспокоит. Космические лучи затрагивают не только живых существ, но и погодные явления. Согласно некоторым теориям, космические лучи частично вызывают грозы и удары молний. Пройдя сквозь атмосферу, лучи могут создать ионизацию, которой достаточно для появления вспышки молний. Во время грозы часто сверкают молнии, но хоть эти вспышки ужасны и опасны, они лишь малая часть феномена в верхних слоях атмосферы под названием кратковременные световые явления. Мы подтвердили их существование благодаря скоростным камерам. Один из видов разрядов называется спрайт. Это размыкая вспышка света, которая возникает на высоте 72 километра и длится всего несколько миллисекунд. Спрайты — это любопытные громовые разряды, которые могут либо подняться на высоту до 100 километров и при этом опускаться на высоту 50 километров. Два электрических потока, идущие вверх и вниз, красно-оранжевого цвета. И все из-за возбуждения нейтральных молекул азота. Еще один недавно открытый феномен — эльфы. Он никак не связан со сказочным народцем. Это акроним для долгого объяснения процесса, который генерирует светящиеся вспышки энергии диаметром 400 километров. Готовы? Эльфы расшифровываются как излучение света и возмущение ультра-низкой частоты от источника электромагнитных импульсов. Такие молнии родичи спрайтов. Но эльфы, в отличие от спрайтов, исчезают в еще более короткий срок. Их можно заснять только при помощи сложной камеры и совершенно случайно. Эльфы не видны невооруженным глазом из-за своей кратковременности. Ближе к Земле возникают другие характерные разряды, называемые голубые джеты. Они возникают как раз над вершинами грозовых облаков, на высоте где-то 16 километров, и поднимаются до высоты 50 километров над поверхностью Земли. Это синяя конусообразная струя света. Синий окрас ей придают нейтральные и ионизированные молекулы азота, которых возбудил электрический ток. Поскольку открыты эти феномены недавно, голубые джеты, эльфы и спрайты еще не изучены. Их влияние на атмосферу до сих пор остается предметом обсуждений. Выдвигают теории, что эти разряды помогают сбалансировать электромагнитные силы Земли, и что эльфы помогают вырабатывать озон. Простая теория, что природа пытается сбалансировать себя, и в конечном итоге это лишь идет на пользу живым организмам. Феномены космоса затрагивают не только погоду, но также флору и фауну. Из их отношений с Солнцем наша жизнь погрузилась бы в хаос. Солнце — это космический будильник, регулирующий наши жизни. Мы отмеряем дни по восходам и заходам. Как и растения. И красивому цветку, и огромному дереву, космические силы указывают, что делать. Очень хороший пример — это цветение. Есть растения короткого и длинного дня. Растения длинного дня чувствуют, как весной удлиняется световой день. А растения короткого дня чувствуют, как к зиме солнца становится все меньше. Хризантемы, к примеру, растения короткого дня. Они цветут осенью. Петунья и календула — растения длинного дня. Они цветут, когда световой день удлиняется. При помощи различных механизмов и веществ растения понимают, как долго светит Солнце. Но роль Солнца в жизни растений на этом не заканчивается. Оно также запускает процесс под названием фотосинтез. Без космической помощи растения погибли бы. А с ними и мы. Фотосинтез — как солнечная батарея. Растения поглощают солнечную энергию и преобразуют в энергию, необходимую для роста. Хлорофилл — зеленый пигмент в листьях, позволяет растениям впитывать свет и заниматься фотосинтезом. Хлорофилл — это крупная молекула магния, окруженная молекулами углерода, которые ее поддерживают. Эта молекула впитывает солнечный свет для процессов, необходимых растению. Фотосинтез запускает сложный процесс, в котором растения из углекислого газа и воды вырабатывают сахар, из которого создают крахмал, жиры и белки — нашу пищу. В то же время растения выделяют кислород. Если бы фотосинтеза не было, мы бы погибли. В этом вся суть. Даже животные. Они тоже ждут, что солнце даст им пропитание, будет ими управлять и, возможно, подскажет, как ориентироваться. Навигация широко распространена в мире животных. Лосось ищет путь в то русло, где он вылупился. Мигрируют олени. В Африке мигрируют травоядные животные. Мигрируют насекомые. Данаида Монар — замечательный пример того, как взрослые особи, рожденные в Нью-Йорке, зимуют в Мексике, а затем возвращаются. Но ни в одном из примеров мы не способны до конца понять, благодаря каким сигналам происходят такие путешествия. Исследования слегка приоткрыли завесу тайны. По Солнцу многие виды определяют направление. Это не очень просто. Чтобы так использовать Солнце, нужны часы. Нужно знать, утро сейчас, день или вечер, из-за видимого движения Солнца. У животных и у нас есть биологические часы, по которым они узнают фазу дня. Если Солнце скрыто, некоторые животные обращаются к магнитному полю Земли. Эта сила распространяется из жидкого ядра планеты. Магнитное поле не только дает направление, но и подсказки о местоположении. У каждого места на планете свой магнитный след. Если у животного развита чувствительность, оно способно определить, где находится относительно дома по различиям в магнитном поле. Но проблема заключается в том, что магнитное поле Земли постоянно меняется. Между ночью и днем залежи железа под поверхностью Земли, названные магнитными аномалиями, искажает поле. Изменения в нем могут вызывать и солнечные пятна. В общем, поле довольно непостоянно. Но многие животные как-то рассчитывают свой маршрут. тренировочный полет почтовых голубей показывает, как много животных могут пользоваться солнцем и магнитным полем Земли, чтобы возвращаться домой. Многие годы почтовых голубей одомашнивали из-за их способности прилетать обратно. Это многие поколения спортсменов в мире голубей. Они летают на огромные расстояния. Чтобы выпустить птицу в полет, нужно отправиться в голубятник и выбрать особей, которые сегодня полетят. Я хочу убедиться, что все голуби в надежном физическом состоянии, что их перья в хорошем состоянии, что они хотят летать. Я выбираю голубей, помещаю в специальную корзину, а точнее в коробку, в которой голубей перевозят до того места, где их выпустят. Следующий шаг, собственно, полет. Мы оказываемся в поле, деревьев нет, открытая местность, и теперь выпускаем голубей. По мнению экспертов, голуби при помощи Солнца заориентируются и определяют маршрут до дома, скорее всего, при помощи обоняния и магнитного поля Земли. В обнаружении магнитного поля Земли участвуют два органа чувств. Это зрительная система, сетчатка глаза и верхняя часть клюва голубя. В надклювье там спрятано немного магнитного железняка, а это магнитный минерал, и каким-то образом он помогает выделять магнитное поле. Два органа чувств, а мы до сих пор не выяснили, как они взаимодействуют и как позволяют животным ориентироваться. Летят последние птицы. Голуби возвращаются в голубятник, приземляются на платформу и входят внутрь. Этот полет показывает, но не объясняет, как космос помогает в навигации. Это запутанная тайна, которую, возможно, нам не дано разгадать. И то, что животные определяют местоположение по-разному, только усложняет задачу. И только ты, как обычно, мешаешь им пользоваться солнцем, эти подлецы переключаются на магнитное поле. Из-за того, что у них на вооружении есть разные методы, как и у нас, для определения местоположения. Очень трудно раскрыть их секрет экспериментально. Есть и другая космическая сила, которая таинственным образом влияет на Землю. Она притаилась в солнечном свете, но от нее нельзя спрятаться. Если ее игнорируешь, получишь ожог. Как минимум. Этот феномен дарит нам бронзовый загар, о котором мы так мечтаем. И вроде бы здоровый вид, но этот вид не идет дальше кожи. Загар — самый распространенный эффект потенциально опасного солнечного источника, ультрафиолетового излучения. Ультрафиолет — часть невидимого нам спектра, но это излучение очень распространено. И солнце его постоянный источник. Как и цвета в видимом спектре, ультрафиолетовое излучение тоже подразделяется на три группы цветов, в зависимости от длины волны. Ультрафиолет А, Б и С. К примеру, озоновый слой практически полностью блокирует ультрафиолет С. Ультрафиолет В проходит чуть больше, а ультрафиолет А полностью проходит, потому что это практически видимый свет. Ультрафиолет А вызывает преждевременное старение и рак кожи. Ультрафиолет В — повреждение, от него возникают ожоги, а от ультрафиолета А — веснушки. Это кожа в поперечном разрезе. Ультрафиолет В затрагивает кожу лишь поверхностно и вызывает ожоги. Тем самым повреждаются клетки, которые образуют нашу кожу — креатиноциты. В ответ на повреждения, тело активирует иммунную систему. К поврежденному участку приливает кровь и тем самым заставляет иммунные клетки вырабатывать маленькие молекулы и происходят воспаления. Дальше больше. Долгая подверженность ультрафиолету В вызывает катаракты и повышенную вероятность рака кожи, меланома — смертельно опасное заболевание. Наибольший шанс развития рака кожи у светлокожих людей, у людей со светлым цветом глаз, у тех, кто живет под лучами солнца и не пользуется солнцезащитными средствами. Но, с другой стороны, ультрафиолет В отвечает за выработку витамина Д. В нашей коже от рождения есть молекулы, которые от ультрафиолетовой радиации преобразуются в витамин Д. Он требуется для здоровья костей и кальциевого обмена веществ. Витамин Д можно встретить в витаминизированной пище, и добавках. Не обязательно ловить его в ультрафиолетовом излучении. Ультрафиолет В затрагивает лишь поверхность кожи, но ультрафиолет А проникает глубже и добавляет больше проблем. Он проникает в более глубокие слои кожи, вызывает преждевременное старение и разрушает коллаген, увеличивая число антиколлагеновых ферментов. А с ним и эластичные ткани кожи, которые придают нам здоровый и молодой вид. Солярии искусственно воспроизводят солнечный свет, но находиться под искусственными лучами хуже, чем за 150 миллионов километров от настоящего солнца. Производители соляриев убеждают нас, что это безопасно, и что загар безопаснее и ложится ровнее. Но это неправда. Наоборот, солярии намного опаснее для кожи. Свет лампочек на 90% состоит из ультрафиолета А, а он вызывает преждевременное старение и рак кожи. Так что у вас через 20-30 лет разовьется рак. Общеизвестный факт. После солярия вероятность возникновения рака выше. Многие считают, что солнцезащитные средства не дадут появиться раку кожи и старению. Это не так. Даже кремы с высоким показателем фотозащитного фактора вас не спасут. Фотозащитный фактор показывает, сколько времени вы можете провести на солнце без ожогов. Он годится для ультрафиолета Б, но не для ультрафиолета А. Самые эффективные солнцезащитные кремы обеспечивают защиту от обоев типов излучения. Но даже постоянно нанося крем, вы можете обзавестись раком кожи. Ведь сейчас озоновый слой истощается. Озон формирует завесу, которая поглощает сходящую радиацию. Если этот слой исчезнет, радиации будет все больше, и ультрафиолета Б тоже. А он очень сильно вредит коже. Любопытно, что 2 миллиарда лет назад, когда атмосфера Земли была богата кислородом, озонового слоя не было, и жизнь не исчезала с лица Земли. Она могла существовать под толщей воды, которая спасала ее от ультрафиолета. Хотя ультрафиолетовый свет нам не видим, а его последствия опасны, видимый свет Солнца — это источник того, что может быть самым главным космическим чудом. Солнце — это ключевой компонент в создании невероятно красивого светового шоу. Радуги Радуги появляются, когда солнечный свет или белый свет проходит сквозь сферические капли, например, капли дождя. Свет рассеивается и распространяется в виде разноцветной радуги. Свет, проходя через каплю, преломляется в разной степени в зависимости от длины волны. Красный цвет — это одна крайность, длинная волна. Голубой — это другая крайность, короткая волна. Конечно, есть и другие цвета и волны с другой длиной, и они преломляются по-разному. Поэтому вы видите весь оптический спектр. Вариации в длине волны между короткой и длинной волнами непрерывны. Неплохую аналогию радуги можно сотворить при помощи призмы. Есть солнце — источник света, и вместо капли берем призму. Волны разной длины преломляются по-разному. Они преломлены дважды, по разу с каждой стороны. И вот перед вами радуга. Все цвета от красного до синего. Полны разной длины преломляются под разными углами, и это объясняет, почему цвета радуги появляются в таком порядке и в форме дуги. Подавляющее большинство лучей преломляются в определенном направлении. И вот лучи кучкуются наверху. Есть определенный угол, где лучей больше, чем под другими углами, потому что в зависимости от угла падения солнечного света больше лучей собирается именно в данном направлении. И это угол 42 градуса от антисолярной точки. Так по-астрономичному названа тень вашей головы. Под этим углом цвет наиболее силен. Тут-то и возникает радуга. Но 42 градуса от тени вашей головы и 42 градуса от тени чужой головы различаются. Это значит, что два человека не увидят одинаковую радугу. Если вам повезет, и вы встанете под нужным углом, вы увидите вторичную радугу. В капле дождя, преломляясь, свет отражается не один раз. Второй раз он отражается под другим, более крупным углом. Под углом 51 градус. И она будет темнее, ведь большая часть света после первого отражения уходит. Но часть отражается еще раз. Что интересно, вторая радуга расположена в определенном порядке. То есть в первой радуге красный цвет с одной стороны, а во второй с другой. Но в любом случае радуга не появляется всегда в определенном месте. Все зависит от места положения наблюдателя и от расположения Солнца. В таком свете радуга больше похожа на оптическую иллюзию. Можно сказать, что это и так. До радуги нельзя дойти и дотронуться. Она всегда находится вдалеке. Потому что радуга это просто лучи света, которые мы видим под определенным углом. Пока между нами и источником света будут капли, будет и радуга. Но если вы приблизитесь к каплям или уйдете с нужного места, радуга пропадет. Вот и получается, что радуга это иллюзия. Простота и запутанность радуги порождали легенды. Древние греки считали ее тропой между богами и землей. Ирландские репликоны прятали горшочки с золотом на конце радуги, до которого невозможно дойти. Индусы верили, что это лук бога молнии и грома. Красота радуги, сложность фотосинтеза, влияние ультрафиолетовых лучей, загадка сияния. Разнообразные космические феномены проливают свет на наши отношения со Вселенной. Мы лишь скромные очевидцы парада феноменов, проходящего между Землей и космосом. Жизнь на Земле развивалась в окружении космических лучей, аврор, молний и множество видимых нам явлений. Это часть обстановки, в которой мы развивались. Они часть нас, а мы часть их. Прекрасные атмосферные чудеса, радуги, сияния, метеоры, а также возможно опасные явления, например, ультрафиолетовая радиация, доказывают, что Земля не просто шар, летающий отдельно от Вселенной. Нет, мы часть Вселенной, что только добавляет Земле прелести. Озвучено по заказу hdclub.org